Над горами заняла сорница Голубого цвета Составив рассветом огонем В глазах погоду, непогоду Хоть в огонь, хоть в воду Крепкую породу Узнают бояк Вспыхнула зеленая ракета Зашаталась, вздыбилась земля Не спасут бандитов амулеты Если в бой пошли мои друзья Навекрень береты Голубого цвета Со старым просветом огонем В глазах погоду, непогоду Хоть в огонь, хоть в воду Крепкую породу Узнают бояк Погоду, непогоду Хоть в огонь, хоть в воду Крепкую породу Узнают бояк В этом обычном московском доме Многое напоминает об Афганистане Картины на стенах Рисунки, карандашные наброски В блокнотах, которые так и хочется Назвать фронтовыми И даже песни, что записаны На магнитной пленке, на пластинках Однако все это далеко не основное Занятие автора Военного инженера Ныне руководителя факультета Одной из наших военных академий Генерал-майора Виктора Павловича Куценко Веселее нету огонча В глазах Погоду, непогоду Хоть в огонь, хоть в воду Гребкая порода Верные сердца Погоду, непогоду Хоть в огонь, хоть в воду Гребкая порода Верное сердце Встреча на перекрестке Это наброски В будущей картине Такие ущелья на рай И перевал Через которые мне пришлось дважды проходить Афганский генерал Командир корпуса Его личная подпись Вот это Это крепость Чемканьев Которую пришлось провести Очень много времени Даже по этому наброску видно Насколько суровая обстановка была Да, обстановка была там очень сложная Конечно, когда встречаешься Со столь разносторонним человеком О многом хочется расспросить Многое понять Однако главной темой нашей беседы Все же стали события в Афганистане Во многом определившие Судьбу и творческие поиски Виктора Павловича Куценко Вернувшись из Афганистана Воин не может быстро Адаптироваться Ну, видимо, потому что Вот Какие-то взаимоотношения другие Нет этих многозначительных лиц Начальников То есть начальники есть А многозначительности нет Да Нет этой многозначительности Нет вот такого выражения лица Что Я начальник, как говорят Да, да Вот Проще взаимоотношения Если кто-то и приезжает Туда с таким лицом То после первых же боевых действий Эта маска снимается Человек становится проще Вот такой, какой он есть Да, такой, какой он Если не вписывается в это То такие люди быстро уезжают оттуда Они заболевают Или еще что-то Но они уезжают Поэтому Сложно Когда приезжаешь Возвращаешься оттуда И видишь Вот когда человек В общем-то и по мелочам Может быть А Выражение лица Такое, что Делает Большую Выполняет Государственную задачу Подумать Это же два Три года Боевой обстановки В сложной обстановке В сложном Климатическом условии Там же пекло Самое настоящее Существует, на ваш взгляд Просто вот та самая Афганская проблема Вообще Она есть? По-моему, нет Вот, на мой взгляд Вот как ее В печати сейчас Открывают Раскрывают Поднимают Вокруг этого Очень много разговоров Поднимают Обязательно Вот Интервью берут У людей Сломленных духом Слабых людей Ведь, ну Безусловно Есть и такие Ну, как же Иногда Предвзято Берутся Эти интервью Слабых Сломленных Духом людей Но Если нет Проблемы Афганской То что Тогда есть Потому что Все же Есть проблема В отношениях К ним К погибшим Матерям К матерям Погибших Воинов К инвалидам Много Много Говорится Об этом О помощи Но Ведь Мало Делается То есть Есть Проблема Опять же Бюрократизма Чиновничества Бездушия Равнодушия Которая Просто Обострение Не воспринимается В этом Проблема Потому что Не хватает Вот этой Человеческой Дружбы Настоящей Высокой Мужской Дружбы Которая Там Сплачивает Всех Ну В последнее Время Вообще Говорят О том Часто Говорят О том Что Афганистан Был ошибкой Что Жертвы Напрасны Ну Вы знаете Сейчас Очень Говорят Не только Об этих Ошибках А О многих Ошибках Говорят Пишут Ну По-моему Говорит Сейчас Об ошибке В Афганистане Это Кощунственно Солдат Идет В бой С автоматом В руках И А ему В спину Кричат Ошибка А что Ему Бедному Делать Тогда Бросать Оружие Или Поворачивать Обратно Еще Не отпели Душманские Пули Еще Там Метели Не все Отмели А в спину Афганцев Недобро Подули Холодные Ветры Сродимой Земли Да Конечно В бой Скажем так Не очень Уютно Когда Думаешь О том Что о тебе Думаешь Ты зря Все это Делаешь Оттого Что мы Это говорим Инвалиду Не станет Легче Оттого Что мы Это говорим Матери Погибшего Воина Легче Не будет Наоборот Тяжелее Чем больше Мы разжигаем Эту боль Тем больнее Матери Ну как Можно Сейчас Об этом Говорить История Рассудит Эта эпопея Закончится Вернутся Все Войны Вот Они Расскажут Пока Человек Не видел Как живут Там люди Ведь Трудно Судить Почему Именно Мы Пришли Туда И помогаем Им Но Ведь Посмотрите Как Они Живут В самом Захудалом Кишлаке В нашем Таджикистана Узбекистана Я Слава Богу Девять лет Прослужил Там И Видел Как Люди Живут Тоже Не Очень Светло Пусть Там Не Очень Пусть Там Но Ведь У Всех Почти Постель Какая-то Есть В каждом Доме Какая-то Посуда Какая-то Живность В каждой Семье А там Что Ведь Зайдешь В кишлак Боже Мой Только Глиняные Стены Ничего Больше Какая-то Тряпка На которой Спят Дети И так И живут Испокон Веков Ведь Вот Не связаны Ли все Эти Разговоры Вообще С некоторым Таким Ну Я бы сказал С некоторой Потерей Престижа Армии Что-ли В последнее Время Это все Фон На котором И отношение К Афганистану Так И к Афганцам Скорее К Афганцам Да Может быть Есть Доля истины В этом Почему Потому что Сейчас На армию Навалились Ну Может быть Это и Надо Критиковать Надо В нашем Обществе Закрытых Зон Не должно Быть Безусловно Надо Критиковать Вот Возьмите Повесть Полякова Повесть В общем Неплохая Другое Дело Что он Там Показывает Всех Солдат Солдат Очень Умными А офицеров Все Дураки Но Это Уже Его Дело Это Его Такое Личное Отношение Вот Но Ведь Не показаны Корни Откуда Это Берется Вот В чем По-моему Неправильно Если Говорить О каком-то Явлении В армии Негативном То Нужно Брать Ее Корни Армии Народ Едины Вот Устав Это Великая Вещь Между Прочем Она Предусматривает Все Даже Не просто Солдатские А Человеческие Взаимоотношения И Если Вот Следовать Точно Букве Устава Ничего Не надо Больше Точно Соблюдать Все Взаимоотношения Уставные И Дело Пойдет На лад Потому Что Там Детально Все Продумано Весь Уклад Все Что Нужно Для Армии А Ведь У нас Повелось Так Что Последние Годы Не Последние Годы А Так Лет Десять Тому Назад Началось Это Как-то Стали Уставом Пренебрегать Вооруженных Сил Да И Даже Несколько Так Волонтористский Подход Командира Вот Он Умнее Он Может Сделать Лучше А Тем Сам Губит Какие-то Дополнения К Уставу Свои Собственные Придумывает А Это Только Вредит Делу Потому Что Это Уже Сложилось Годами И Опытными Людьми Сделан Устав Он Рожден В общем-то Именно Воинской Жизнью Самой Рожден Устав И Поэтому Очень Важно Чтобы Человек Не Только Заучил Статьи Устава А Чтобы Он Душой Их Понял Чтобы Они В нем Раскрылись Эти Статьи По Человечески Раскрылись И Тогда Пойдет Дело На Лад И Вообще Трудно Судить Вот Бывает И так Хулиганистый Парень В общем-то В школе Все Учителя Его Ругают Все Говорят О том Что Это Трудный Ребенок В Афганистане Есть Такие Ребята Которые Наоборот Раскрываются Все Его Человеческие Качества Может быть Просто Не понимали Раньше Да Просто Не Понимали Не знали Как с ним Работать Чем Его Увлечь Что Ему Поручить Чтобы Он Выполнил Вот Даже В соседней Школе У нас Здесь Был Случай Когда Один Мальчик Его Все время Разгильтя Все время Трудный Ребенок И семья У него Бессловно Трудная Но он Бросился В ледяную Воду Зимой Испан С двух Детей Мальчишка В шестом Классе Значит Есть Нем Настоящие Человеческие Качества У этого Парня Значит Это не такой Уж и Трудный Ребенок С ним Можно Работать И он Будет Хорошим Человеком Вот Глядя На Эти лица На ваши Рисунки Извините В поводу Есть у меня Вот такое Сихотворение Это В общем То Были Камни Хрустят Под ногами Как Снег Российских Тропинок Морозных Все Он Поднялся На самый Наверх И некуда Деться И поздно Последний Патрон Упустился Сгоряча С братями Ушел он По цели Все ближе Мелькает Чалма Басмача Живым Видно Взять Захотели Где выход Где выход Нельзя же Вот так Поднять Лапки Кверху На милость Он В школьных Проделках Был Первый Мастак И дерзкая Мысль Появилась У края К обрыву Спиной Стал Солдат И подняты Руки В смирении Метнулись К нему Двое На перехват Рывок И втроем Полетели Протяжный Вопли Услышал Гранит И хохот Мальчишеский Звонкий А мать Его Нежные Тетрадки Хранит Хотя В них Красуются Двойки Камни Хрустят Под ногами Как снег Российских Тропинок Морозных На тропах Афганских Солдаты Из тех Из школьных Ребят Несерьезных Люди В армии Это люди Из нашей жизни Это люди Которые Окружают Нас Мальчишки Которых Мы Поро Да Эти Мальчишки Вот В горах Далеко В горах Афганистана Есть такие Гарнизоны Где Только Афганцы И там Стоит Какая-то Афганская Часть И в этой Части Никинаши Ну Пять человек Например Офицер Трое Например Офицеров Два солдата Переводчик С ними День и ночь Бой День и ночь Они стоят Там Насмерть В этом Гарнизоне Не подпускай Душманов К этому Кислаку Или поселку И вот Какой же Нужно иметь Моральный Дух Высокий Чтобы Два года Выдержать Такое Спать Там Где придется Как придется Все время С оружием Вот так Напряженно Два года И выдерживает Значит Какой моральный дух Какие Человеческие Высокие Качества Этого человека Что он там Не кричит Уберите меня Отсюда Я не могу Я не выдерживаю Уберите Меня Скорее Отсюда Я хочу Домой Нет же Такого Ни одного Случая Выдерживают Люди И когда К ним приходишь Вот с войсками Проводишь Караван К ним Какой-то Колонну С боеприпасами С продовольствием С топливом И для населения Этого кишлака И для них Для гарнизона Для этого Маленького Гарнизончика Они ведь встречают Со слезами на глазах Как праздник Для них Для них праздник Что они вот Сейчас они уже День-два Не будут воевать Что они могут Спокойно спать Здесь вокруг Войска Теперь уже все Понимаете Какой крепкий Боевой дух У этих ребят Вам наверное Часто приходилось Брать в руки Гитару Безусловно Вы простите Что задают Такой вопрос Вам как генералу Который все же В нашем представлении Генерал Это генерал Вам Так Удобно было Все чувствовать С гитарой А у вас Услушатели ваши Так сказать И мальчишки Солдаты Ну и офицеры И так далее Ну скажите Разве неудобно Как-то в родной семье Своей взять гитару И спеть Ничего неудобного нет Точно так же И там В родной семье Среди своих Людей Добрых Хороших Товарищей Ну почему Не взять гитару И не спеть И наверное Не даром Так много песен В общем Так много пишущих Ребят Оттуда возвращаются Не даром И офицеры И солдаты Ведь вот Был там случай Я узнал об этом Погиб солдат В ущелье В ущелье Паншер И у него Нашли Тетрадку В клетку И на ней Стихи Притом Великолепные стихи Я не знал Фамилию Этого воина Но тут же Написал о нем Песню Споете? Да Эта песня В общем-то Имеет свою историю Поэтому Краконишь Боями Передышки Достает Помятую Тетрадь Опаленный Порохом Мальчишка Сердце Хочет Песню Написать Написать Об огненных Атаках О заветной Радостной Мечте О друзьях Товарищах Солдатах А с боями Взятой В высоте А с боями Взятой В высоте Просвистела Пуля Он не слышал И пробито Сердце Напролет Песня До конца Его не вышла В строчке В строчке Ни одной Не достает Песни Пусть его Чуть-чуть Корявы Рифмы Ритмы Малость Не сошлись Нес Но в стихах Родине О славе Кровью сердцем Строки запеклись, Кровью сердца строки запеклись. Пусть пробьется сквозь любой заслон, Зазвучит сегодня и когда-то, Пронесет сквозь годы по листам Песня, сочиненная солдатам Песня, сочиненная солдатам Песня, сочиненная солдатам